Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о секретах смещения позвонков на примере смещения первого грудного позвонка у меня была такая история что был смещен первый грудной позвонок и вот я обратился в центр репина и ударной техникой ставят ну в общем били сильно больно вот но сейчас я смотрю к счастью по-прежнему все как было так и есть вот но и это заставило меня задуматься потому что не могли мне поставить этот позвонок на место и я понял что его на место ставить не надо вот что он стоит правильно и что все это техника мне только его смещали но он потом вернулся назад вот и давайте я сейчас расскажу об этом почему это так вот и почему не надо смещенный первый позвонок первый или же бывает 1 относительно 7 или 6 относительно 7 вот почему их не надо часто бывает ставить на место и как как вообще тело влияет на это давайте об этом расскажу о чем вообще идет речь то есть если предположить что вот это 7 то вот так вот стоят значит позвонки да ну я сейчас говорю о себе это 7 шейный 7 а это 1 да то есть я как бы вижу здесь смещение суда здесь суда то есть вот эта линия они стоят не в линию грубо говоря вот эта линия они стоят не в линию но естественно любой мануальщик скажет вам о смещен позвонок надо вправлять кстати то же самое бывает если это не 1 а я вижу 6 7 6 7 то есть то же самое вот так ну тогда здесь ровно а вот этот не в линию стоит 6 7 либо 7 с первым вот и сразу же говорят о том что вот надо вправлять и начинается ударная техника еще как-то крутят мануальной техники вот но этого совершенно делать не надо и это смещение можно назвать ложным смещением да я бы так назвал потому что очень часто это правильное положение позвонка да конечно это будет приводить к проблемам это будет приводить проблемам здесь будет зажимать корешок и так далее но этот этот вопрос никогда не решится правкой позвонка потому что вот это вот смещение это следствие и он стоит на самом деле правильный давайте я сейчас расскажу следствием чего это является сначала я расскажу готовый вывод а потом объясню как это и почему итак когда мы увидим вот такое смещение позвонка и как оно завязано на осанке и вот например я на своем примере почему у меня такая история да и я видел это очень-очень часто у других людей тоже если человек имеет вот такой вот наклон таза боковой да наклон таза в бок у него будет наклон головы противоположную сторону в качестве компенсации равновесия вот и вот у такого человека у такого человека вы увидите вот здесь вот именно в переходе между шейными и грудными позвонками будет вот это вот смещение так вот вот это вот смещение первого грудного который выглядит как смещение на самом деле не что иное как следствие наклона таза то есть если у вас будет боковой наклон таза вы вот здесь будете иметь смещение позвонка при этом я повторюсь что на самом деле никакого смещения нет он обязан так стоять криво естественно что если он стоит все время так это будет приводить к сжатию диска и как зажатию корешков и так далее но он обязан стоять криво если у вас есть наклон таза и будет происходить это именно на переходе между грудными и шейными позвонками да почему потому что ой да грудными и шейными то есть смотрите если у нас есть дуга то вот вот седьмой позвонок он является таким переходным то есть у него фасетки верхние такие же как у шейных а нижние как у грудных то есть он отличается он разный да вот и вот здесь именно на переходе будет возникать вот это вот явление и давайте я сейчас расскажу почему это будет происходить то есть для тех кто не смотрит курс целиком вот я вам скажу вот этой информации вам достаточно если вы видите вот это смещение первого грудного позвонка проверяйте наклон таза это следствие наклона таза не пытайтесь здесь ничего править выправить и таз и здесь все само выправиться вот а сейчас для тех кто смотрит большой курс я расскажу почему я так думаю почему вот это все так происходит